Здравствуйте, дорогие друзья! Ой, одну секундочку, забыла подключить свой микрофон. Так, подключай микрофон. Так. Привет, ребята, кто меня слышит, пожалуйста, объявите о себе. Друзья, сегодня такая интересная тема, как мы вместе с вами мутируем точно так же, как вирус. То есть я уже опускаю, что вирус мутируется, и вы, конечно, понимаете, о чем это, кто знает биологию или не знает. Все организмы должны каким-то образом о себе адаптироваться. То есть это совершенно нормальный процесс. Вот, и мы обучаемы, и вирусу обучаемы. Поэтому, когда вирус мутирует, он просто учится, как быть в новой ситуации. Ну, и когда мы начинаем бояться, что вирус мутируется, мы, наверное, забываем о том, что это естественный процесс, и он естественный так же для нас с вами. Мне кажется, нужно вернуть себе эту силу, мутировать. И я хочу рассказать и спросить у вас одновременно, как происходит это в вашей жизни. Если вы считаете, что вы в новой ситуации, как-то меняетесь, как у вас это происходит? Я бы хотела, чтобы вы поделились, может быть, я натолкну вас на какую-то мысль. Ну, наверное, у вас своих мыслей достаточно много, но все-таки вопрос серьезный. Нам нужно адаптироваться не просто для того, чтобы выжить, а именно жить с удовольствием. Вот на этом, как жить с удовольствием, я хочу немножко поговорить. Как всегда, у меня сегодня шпаргалка, поэтому буду иногда одевать на себя очки. Ну, вот сегодня у меня был разговор с моим веб-дизайнером. То есть сейчас для меня очень хорошее время, потому что, наконец-то, я пересмотрела свои личные моменты абсолютно везде, как в личных отношениях, в отношениях здоровья и в отношениях бизнеса. И я везде мутирую. И вот что сегодня произошло в разговоре с веб-дизайнером. Мы поговорили, и я заметила, что мое желание быть лаконичной, вот как сейчас с вами, так и в разговоре со специалистом, оно возымело успех. То есть я немножко продвинулась вперед. И я прослеживаю это, чтобы другому человеку было приятно, понятно и эффективно по времени меня слушать. И когда я выбираю себе специалиста, первое, что я выбираю, чтобы мы могли взаимодействовать, чтобы она меня слышала, и я ее слышала. И мы адекватно делали наши дела, потому что создать новую веб-страницу, это как облагородить свой офис дома, да, или просто свою квартиру. Ну вот я рассматриваю это как офис. То есть это облагораживает, начиная с первого дня, с первого соприкосновения друг с другом. Что-то она знает, что-то я знаю, и нам нужно общаться. И когда в конце мы думали, вот как ее оформить, эту страницу, да, как там правильно писать, и вот один из моих пакетов как раз для бизнеса. И мы начали искать, а что такое, вот что написать самого короткого для бизнеса, как назвать этот пакет, потому что этот пакет, ну, существует для разных, это вот 5-6 сессий существует для разных ситуаций. И я задумалась, я говорю, а что ты хочешь от своего бизнеса? И вот первое, что она сказала, я хочу получать удовольствие. Потом мы, конечно, начали об этом говорить, вот, и я говорю, слушай, а ты заметила, что ты не сказала про деньги? Ты не сказала, откуда они будут приходить? Ты сказала удовольствие. Вот для меня, теперешний бизнес, теперешняя мутация меня, и я смотрю на себя как часть мира, что внутри меня, то и вокруг, я решила, что мое изменение, это будет получать удовольствие каждую минуту своего времени. Это кажется недостижимым, но я думаю, что со мной согласятся очень многие люди. Вот мне будет интересно, если вы со мной согласны, можно ли каждую минуту, ну, увеличить количество времени, когда вы в бизнесе получаете удовольствие? Я сейчас посмотрю, кто тут меня смотрит. Наташа, спасибо большое, Калина, Калина легкая. Вот мне интересно, какие у вас мысли на этот счет. Можно ли каждый день или каждую минуту, каждый час получать удовольствие? Потому что я уже для себя решила, как это я буду делать, и у меня это получается. Если у вас это получается, или есть какой-то ответ на этот вопрос, поздравляю, вы мутируете. Если было до и было после, значит, вы изменяетесь. Ну, я еще хочу заметить, что я на пару дней свалила из лайвов, и сегодня я заметила, что у меня раньше наработался навык, что я каждый день выхожу в лайвы, а сейчас я заметила, что, елки-палки, сейчас уже конец дня, да, сейчас солнце уже садится, и мне нужно пойти погулять, а я все-таки думала, что я сделаю лайв. И я решила, что я все-таки успею это сделать, и сделать, ну, покороче, как-то повнятнее. Вот это у меня получилось. Но на самом деле для того, чтобы его сделать, мне нужно какое-то время, чтобы подготовиться, даже вот вокруг себя подготовить. Поэтому я хочу сказать, что любой навык, он сначала рождается и развивается довольно-таки медленно. Но из моего личного опыта любой навык нужно нарабатывать, потому что это ваши нейронные связи. И когда вы видите уже результат того, да, ваши, вы создаете вокруг себя даже таких людей, вы как бы собираете, вы разговариваете на одну и ту же тему, и получается, что вам легко смотреть на других людей, потому что у них тоже такой навык. То есть когда вас уже несколько, у нас у всех навык нарабатывается гораздо быстрее. Я смотрю некоторых людей, например, Игорь Рыбаков, и это миллиардер русский, и вторая девочка Рада Русских. И почему я их смотрю? Ну, у Рыбакова я немножко в нём разочаровалась, но мне вообще-то он очень нравится. Но сегодня, когда я услышала его новое видео, мне как бы я успокоилась, что он в правильном направлении идёт. Я заметила, что он тоже пришёл к выводу, что если поддерживать народ, если внимать креативным началом, то легче и получать удовольствие, и открывать себе возможности. А есть такой китайский иероглиф «кризис». Он состоит из двух иероглифов. «Кризис» – это страх и возможность. То есть без страха, вот как инь-янь, да, смелость и страх – это две части одного целого. День и ночь, инь-янь, да, белое и чёрное. Вот в китайском языке это очень мудро создано, что кризис – это как раз окно возможностей, да, то есть страшно, но нужно открыть и нужно туда идти. Я считаю, что гораздо лучшей энергией является энергия удовольствия, поэтому я думаю, что это самое главное. Вот когда человек быстро говорит, что да, лучше получать удовольствие, то это кровообращение лучше, но в сущности даже ваше внимание, ваш фокус лучше. И вторая девочка – Рада Русских. Она тоже, я не знаю, ли она уже миллиардер, но она миллионер, по-моему, из Екатеринбурга, если я не ошибаюсь. Вот, она просто бьёт идеями. Она говорит, что кризис – это вообще самое лучшее время, потому что если нету кризиса внешнего, то она себе сама их создаёт. Вот я помню, что мы тоже попадаем в кризисы, но я вот помню, когда я страдала раньше, я попадала в кризисы, когда там деньги заканчивались, например, или там я болела, то есть это был кризис, когда морковка, что называется, была сзади. А теперь само время даёт возможность пересмотреть всё в своей жизни. И для меня это пересмотреть быстрее, ускорить это созидание. И вот я хочу, чтобы вы со мной поделились, может быть, какие-то имена, которым вы сами, вот, кого-то смотрите на ютюбе, да, и кому вы следуете. Может быть, если бы вы оставили мне обратную связь, написали бы, то я бы тоже зашла, посмотрела, извесила, потому что я люблю создавать себе кумиров, но я остаюсь при своих барашках, я слушаю внимательно и беру то, что мне полезно. Вот, сейчас посмотрю, что ещё не сказала. Ага, быстро скажу, что мне ещё удалось сделать. Я работаю с психологом. На какую тему я работаю? На то же самое, самопроявление. И у меня есть ещё такая профессиональная задача, я расту профессионально, то есть я даю себе возможность включить интуицию на большем уровне, потому что вижу я уже довольно хорошо, фрактально, в общем, глобально. В общем, сложно объяснить, но я вижу сразу проблему на разных уровнях. Но мне бы хотелось, чтобы я не рожёвывала её так, потому что мне нужно объяснять, и мне нужно облегчить, сделать более плавной вот эту вот работу, то есть общаться с клиентом и давать ему ровно столько, например, сколько он может впитать, а не сколько я думаю, я ему должна объяснить, то есть вот чтобы была больше такая плавность в работе. И вот я это общим названием назвала интуицией, вот мы работаем с этой девочкой. Что я хочу сказать про Лену Баршукову. Я тоже, как клиент, я тоже ставлю себе задачу, чтобы я была интересна коучу. И когда мы с ней общаемся, оказалось, что мне стало понятно сегодня, почему мы так здорово сговорились, то есть договорились между собой, я у неё взяла, знаете, уже сколько? Я думаю, что сессии 12, наверное. Вот, и оказалось, что у нас одинаковые кумиры, то есть сегодня оказалось, что она тоже слушает раду русских, и мне так было радостно. В общем, мы... Получается так, что очень важно притянуться с тем, кто тебе един с тобой на каком-то, я бы сказала, духовном уровне. Вот этим вот я с вами хотела поделиться. Буду рада вашим откликам. Буду рада тем, что вот вы ответите мне на вопросы про себя и поделитесь, кого вы слушаете. И продолжим завтра на какую-то интересную тему. Любая обратная связь мне будет полезна. С вами была Ирина Шулькин. До следующих встреч. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова